Достачливые воины, ветераны Афганистана, дорогие наши парады и сестры, позвольте сердечно приветствовать вас в этом зале от лица святейшего Пиарха Московского и Всеруси Кирилла и передать вам слова самой глубокой благодарности за ваше служение, за ваше духовное представительство пред Богом, тогда, когда вы, рискуя своей жизнью, выполняли тот долг, который наложен был на вас, нашим государством. Тогда, когда мы за трубки свои готовы отдать свою жизнь, мы делаем святое дело. И по истечении 30 лет, которые нас отделяют от тех событий, вывода наших советских войск из Афганистана, то событие становится для нас наиболее ярким. И на самом деле мы понимаем, что то, что было тогда, было правым, правым делом. Низкий вам поклон, сердечная благодарность. Будем помнить всех тех, кто с нами был рядом и отдал свои жизни за наше государство. Пусть память в ваших сердцах, молитва о русской православной церкви будет им, нашим даром. Тем, кто не вернулся с поля боя, но вместе с нами. Мы именно в эти дни, дни праздника, дни победы должны помнить их. Дай Бог вам сил, здоровья, крепости и мужества. Ваше служение нужно нашему народу. Храни всех Господь и помощи всем нам нужно. Дальше место может быть. Да нет, второе место. Да я знаю, 59 место мне надо. Оттуда много жида, мало жида. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, славная прияда афганцев. Генеральным штабом четко спланирована и блестящая осуществленная стратегическая операция по выводу из боя и возвращения на родину так называемого ограниченного континента 40-й армии. Это 103 тысячи лучших сынов, которые выполняли интернациональный долг за пределами России. В истории ни одного государства мира, не говоря об истории Великой Отечественной войны, из 73 общевойсковых армий в годы Великой Отечественной войны, 6 танковых армий, 16 армий общевойсковых, аналога 40-й армии, которая на такой территории выполняла стратегическую задачу по обеспечению безопасности России, вы блестяще выполнили. 750 тысяч лучших сынов и дочерей прошли через Афганистан. Цифра потерь, говорить об этом даже об одном, и то горько для каждого человека, для каждой семьи, для матери, для родных, близких, а это почти 15 тысяч. Горько об этом говорить. Но 96 тысяч, 96 человек лучших, из лучших, стали героями Советского Союза. Слава вам, афганцы! Низкий вам поклон, мои дорогие друзья! Я вместе с вами отмечаю эту дату. Мне посчастливилось в то тяжелое время руководить генеральным штабом. И 15 февраля 89-го года за ваше мужество и героизм указом в президиуме Верховного Совета СССР мне было присвоено воинское звание генерал-армии, вручена маршальская звезда и орден боевого красного знамени. Берегите себя, берегите родных и близких, берегите нашу матушку Россию. И то, что наши лучшие сыны сегодня выполняют священный долг в Сирии, это тот показатель, никому, никогда, ни в какие времена не удастся Россию поставить на колени. Благодарю вас и огромное вам спасибо! Дорогие боевые друзья! 30 лет прошло, как кончилась война. 30 лет памяти, надежды и здоровья каждому вернувшемуся. И вы знаете, я хочу вам доложить, что на сегодняшний день из семи командующих, которые командовали легендарной 40-й армией, осталось двое. Ваш покорный слуга и Громов Борисович. Дорогие мои друзья! Если честно, не было такого еще дня, чтобы я не вспомнил Афганистан. Не было такого дня, где бы я не был ни ду в Кирате, ни ду в Гордезе, ни ду в Фаизабаде, ни ду в Газни, ни ду в Харатоне. Но я вспомнил только одно, что каждый из вас делал то, что практически нормальному воину за границей невозможно сделать. Спасибо вам за вашу героиню! Спасибо вам за гордость, за нашу страну! Спасибо вам за любовь к ней! И еще несколько слов, дорогие боевые друзья! Вот сейчас передо мной выступал Михаил Алексеевич Моисеев, начальник генерального штаба. Я у него был во время вывода муразиков 10. Вы знаете, тысячи офицеров следило. Это было спланировано, проиграно, протренировано. Со всех сторон обеспечена важнейшая стратегическая операция. Это окончание войны. И мне, как командующим, хочется вам сказать, дорогие мои солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и генералы, я горжусь, что я командовал настоящими героями. Спасибо вам! С праздником! Ай, на пол, женщины! А вы все выдержите! Нас есть чем защищать и есть что защищать! Слава вам, дорогие боевые камни! Дорогие друзья, мне всегда остается тяжелой долей выступать после Виктора Федоровича. Это сложно. Но я не буду говорить многие слова, потому что я вижу сегодня в зале. Ну, кучу офицеров, с которыми я бок о бок. Я дальше Семенов, Иванович, и другие. Мы прошли все, мы знаем друг друга все такое. И вы позвольте мне с этой сыны просто отчитаться вам. Программу, о которой мы несколько раз говорили, обеспечение колясками у всех инвалидов Перду, мы завершили. Сегодня мы вручили коляске и от коляске для солдата Армении. Все, мы программу выполнили. Сегодня мы начали новую программу, многие из вас присутствовали. Мы решили все ветеринарские организации, входящие в организацию ЦАЛУДИТ, обеспечить машинами. Сегодня мы все машины вручили. И по реакции зрения мы уже отправили. АПЛОДИТ, 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 Я не могу говорить, что у них кто, прошите вас поздравить праздником. Ваше присутствие здесь, ваша поддержка, тех, кто проводит мероприятия, состояние зала, он забит, но самое некуда. Это говорит о том, что сегодня наш праздник, сегодня мы собрали здесь друзья. И я хочу, чтобы я в ней поставил задачу. Если кто-то не заплачет, не будет творить процент. Продолжение следует, дорогие друзья, счастья, здоровья, успехи. Дорогие друзья, мы благодарим вас за яркие эмоциональные выступления и просим занять свои места в зале. АПЛОДИТ, Субтитры создавал DimaTorzok